Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в Примитию. Не так давно я наткнулся на японское сообщество в Дискорзе, где люди делятся своими постройками, механизмами и в целом своими мирами. Такая возможность появилась не так давно, теперь вы можете сохранять весь свой прогресс и затем загружать свое сохранение на сторонние ресурсы. Тем самым мы можем делиться своими постройками с другими пользователями, и для меня это отличная возможность посмотреть на механизмы сообщества, потому что сам я ничего нормального сделать так и не смог. Для меня это слишком много времени занимает для реализации какой-то задумки, и в итоге получается не так, как хотелось бы. Так что я всегда рад посмотреть на какие-то постройки, механизмы сообщества. Сегодня мы с вами и посмотрим на одну из таких карт, и самое интересное, что здесь находится, это фармилка подшипников. Как вы видите, здесь вот такое вот лезвие, реализованное для уничтожения дронов, которые спавнятся. Спавнятся они с какой-то периодичностью, и как раз-то с помощью этого механизма уничтожения мы и фармим подшипники. То есть из них выпадает подшипник при уничтожении, и с помощью как раз-то элемента этого самого дрона и осуществлен этот резак, который вокруг своей оси вращается, как вы видите. И представьте, сколько невероятных механизмов уже сейчас можно создать с данным функционалом. У нас есть подшипники, у нас есть теперь вот такие вот элементы. Вот он появился. Затем получает урон. Пытается в меня выстрелить своим лазером, и как из автомата, как из вендингового автомата, в итоге вываливается подшипник. Посмотрите на огромное количество таковых. Здесь просто поле, можно сказать, усеяно этими подшипниками. Соответственно, это довольно ценный ресурс на данный момент. Разработчик продолжает обновлять игру, завозя новые механики в том числе. Не знаю, что вот это вот такое. Видимо, тоже какой-то вечный двигатель. И здесь еще есть какие-то удивительные механизмы, насколько я понимаю. Автор именно этой карты просто экспериментировал. И здесь есть какие-то невероятные станки. Вот это вот выглядит, например, как какой-то ставнок. Но для чего он здесь? Сложно понять. У нас есть что-то похожее на рычаг. Некоторые элементы двигаются. Может быть, это какая-то задумка на будущее. Может быть, это уже реализация чего-то. Вот это вот похоже на шестерни какие-то. Еще что-то потрясающее. Но, скорее всего, половину из этих механизмов просто не закончено. И также у нас есть нетронутая база с этими дронами. Как вы видите, они патрулируют какую-то конкретную область. И, соответственно, при сражении с ними мы получаем урон, во-первых, рискуя своей жизнью. А, во-вторых, мы получаем ценные ресурсы в виде подшипников. Но вот здесь вот реализована просто формилка, как в каком-нибудь Майнкрафте. Так, а это похоже на станок для измельчения. На устройство для измельчения у нас есть вот такой вот рычаг. Так, соответственно, мы ставим, скорее всего, блок вот сюда. Да, и разрезаем таким образом. То есть, например, мы можем взять какую-нибудь деревянную доску и распилить ее таким образом с помощью этого станка. И здесь таких несколько на самом деле. Также нам никто не мешает реализовать какую-нибудь корзину внизу, например, чтобы эти блоки падали туда. И потом все это дело транспортировать куда-то. И затем уже реализовать что-то новое. Конечно, если мы возьмем лезвие в руки и будем просто как ножом резать, скорее всего, эффект будет такой же. Но здесь эту систему можно автоматизировать. Если мы заставим как маятник покачиваться вот эту ручку, вот этот нож в целом, тогда мы можем действительно автоматизировать систему и только двигать огромный брусок. Он будет мгновенно разделываться на маленькие части, которые мы сможем использовать. Как-то даже похоже немного на кирпичи. Может быть, дом построить из кирпичей. И самое главное, вы должны помнить, что чем больше объектов в мире, тем, естественно, меньше FPS, тем серьезнее будет влияние на вашу систему. Здесь даже небольшой пиксель-арт, смотрите, из слаймов и других блоков. Да, я могу даже взять. Тут уже вот емкость готовая лежит. Осталось только вот сюда ее разместить. И сюда будут падать блоки. Идеально. Возможно, в скором времени этот проект превратится в действительно масштабную выживалку. Игру в жанре выживания. Представьте, сколько вот таких вот процессов нам нужно будет совершать. Мы действительно можем жить в этом мире вручную все добывая, вручную все собственноручно реализовывая. И это действительно будет интересный и, самое главное, иммерсивный процесс. Опыт, который мы нигде больше не получим. Кроме как в виртуальной реальности. Так, не знаю, что вот это вот такое. Но еще какой-то интересный механизм его реализации. Пока сложно сказать, как все это использовать. И самое главное... Самое главное, в чем это применяется. Ну вот, здесь есть даже кольцо, сделанное из брусков дерева. Так, и вот еще что-то. Еще какой-то станок. Так, мы осмелились предположить, это как раз тот самый автоматизированный станок. Можно сюда какой-нибудь блок положить. Кстати, я коллизию имею, так что этот инструмент врезался в меня. Это, похоже, реализация часов даже. У нас есть стрелка. Похоже, на секундную. Символ, конечно, в центре меня немного смущает, но, тем не менее, смотрите, даже часы можно реализовать некий секундомер. Вкуснотища. Так что можно и ловушку какую-то изобрести с помощью такого способа, в который будут попадать слаймы, и их эта машина смерти будет уничтожать. Что ж, господа, будем на этом заканчивать. Если вы хотите поделиться своей картой, заходите в наш Дискорд-канал. Там вы найдете раздел, который посвящен этой песочнице. и можете тоже поделиться своими картами, своими наработками, механизмами, постройками и так далее. А на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Упс. 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 Продолжение следует...